приветствую всех вас на моем канале все вы знаете что приближается праздник светлой большой православной пасхи поэтому по традиции мы с вами должны испечь куличи куличи наши с вами должны быть самыми вкусными самыми красивыми и самыми легкими в приготовлении которые не будут отнимать очень много труда и времени у нас так что давайте приступим вот это все что нам нужно для приготовления наших куличей 450 грамм творога у меня зернистый можете также использовать творожную массу желательно 5-9 процентов жирности обезжиренную не берите 150 миллилитров теплого молока также нам понадобится 6 яиц из них мы используем 3 яйца и 3 желтка белки белки уйдут на украшение наших куличей также нам понадобится 140 200 грамм сахара у меня здесь стаканчики 200 грамм сахара 100 грамм сливочного масла 2 чайные ложки дрожжей соль здесь пол чайной ложки и ванилин или же ванильный сахар на ваше усмотрение еще нам понадобится 800 грамм муки но берите с запасом потому что возможно понадобится меньше или больше все зависит от жирности масла творога и от объема от размера яиц неизвестно каждый раз сколько будет забирать тесто в себя муки примерно 800 грамм плюс-минус уходит у меня каждый раз также еще в этом рецепте можно использовать и цукаты и изюм и орешки как для начинки но я использовать не буду потому что дети их не любят для начала нам нужно с вами приготовить опару молочко подогрела тепленькой ник ником случае не кипятите муку я отмерила 8 800 грамм сейчас в теплую муку добавляем наши дрожжи 2 чайные ложки сахара так перемешаем и с этой же из этих 800 грамм мы добавляем сюда немножко муки так на глаз чтобы получилось у нас тесто как на оладушки все замешаем нашу опару и поставим ее на 20 минут в мисочку побольше с горячей водой и можно поставить в микроволновку или в духовочку чтобы она быстрее подошла быстрее активизировалась активизировались наши дрожжи что хочешь помощница уже пришла не получилось тихонько снять чтобы никто не заметил смотри не будете ручки пачкать не куличики пасочки да давай вот такая вот опара по консистенции у нас должна получиться сейчас мы эту мисочку накрываем или пленочка или крышечкой что у вас есть так мисочку с теплой водой ставим нашу опару вот так и это все можем поставить на 20 микроволновку или в духовочку так пока наша опара подходит в теплом месте у нас есть время 20 минут приготовить тесто петлю первую часть теста у меня здесь миски 3 целых яйца и 3 желтка 3 белка я отделила сейчас нам нужно взбить эти яйца вместе с оставшимся сахаром все даже сейчас мы добавляем соль добавляем ваниль и ванильный сахар смотря что у вас есть или экстракт ванили неважно и в данный момент добавляем наш творог тщательно перемешиваем творог с яичной массой яйца с творогом мы взбили вот я немножко маленькие комочки оставила не взбивала до однородности если у вас есть желание можете взбить совсем однородности с помощью блендера будет удобней сейчас я добавляю сливочное масло на такой мягкая комнатная температура 20 минут прошло у нас посмотрите как красиво наша опара поднялась смотрите за 20 минут посмотри какая красивая как пенка нашла пару сейчас добавляем сюда сейчас аккуратненько на небольшой скорости вмешиваем все долго вымешивать не надо это тесто добавляем муку обязательно муку просеять у меня мука уже просеянная на это поэтому рецепт обязательно муку надо просеять добавляем муку и вымешиваем наше тесто если вы будете добавлять в тесто цукаты или изюм или орешки какие-то то сейчас самое время добавить их только не забудьте предварительно присыпать их мукой сейчас наше тесто уже практически не вымешивается ложкой самое время его выложить на стол присыпаем стол мукой и руки тоже присыпаем мукой и вымесим хорошо чтоб равномерно распределить по тесту муку вот такое вот тесто у нас получается вот такой колобочек у нас получается а теперь самый интересный момент этого рецепта нам понадобится вот такой вот пакетик полиэтиленовый чистый новые желательно сухой вот так вот раскрываем и хорошо дно притрушиваем шиничной мукой притрушиваем и вот так вот завязываем наш пакетик но сильно не прижимаем туго плотно вот так вот не завязываем потому что нам нужно оставить место для теста оно обязательно поднимется подойдет поэтому оставляем место но завязываем плотно чтоб оно не обветрилось отправляем мы это тесто в холодильник на 12 часов а мы с вами встретимся утром завтра доброе утро ноги настал наш второй день я достала с холодильника уже где-то час назад наше тесто оно так выросло в объеме я вам сейчас покажу оно стало комнатной температуры теперь мы можем включать нашу духовочку и раскладывать по формочкам наше тесто можете ложить использовать любые формочки которые у вас есть это бумажные силиконовые металлические но у меня порция здесь небольшая поэтому я такой огромный кулич выпекать не буду у меня все будут такой среднего размера сейчас увидите вот так вот мое тесто лежало я его достала и не открывала посмотрите насколько оно выросло видите какой будет такое мягкое пахнет классное тесто сейчас мы будем раскладывать по формочкам и пока наша духовка прогреется они немножко подойдут еще в формочках полежат вверх включаем нашу духовочку я включаю сначала на 200 градусов чтоб она хорошо прогрелась выпекать мы будем при 170-180 градусов у меня вот такие вот формочки бумажные бумажные формочки можно смазать можно не смазать не знаю мне хочется смазать так совсем немножко стенки дну смажем я достала тесто из пакета достается оно очень легко если пакет хорошо притрушен мукой я стол поверхность немножко присыпала мукой и руки немножко совсем немножко Вот так вот помассажирую тесто и буду делить по формочкам. Вот кулички я уже разложила по формочкам. У меня получилось 4 средних и 1 большой. Я сверху смазывать ничем не буду, потому что их все равно сверху буду украшать. Не нужна корочка. Если желаете, можете смазать или желтком, или желтком с водичкой, с молочком. Можно, как желаете, есть разные методы. Вот сейчас я накрываю это все полотенечком и оставляю минут на 20-30 отдохнуть. Они немножко примут форму своих бумажных формочек и будем выпекать с вами 30-40 минут при температуре 170-180 градусов в зависимости от вашей духовки. Будете регулировать, подсматривать, чтобы они не пригорели сверху и обязательно прокалывать нужно зубочисточкой, чтобы они пропеклись внутри хорошо. Так что оставим сейчас их на 20 минут отдыхать и отправим в печь. Такие красивые у нас получились куличи, румяные, пышные. Сейчас мы дадим им остыть. Потом я сниму эту бумажечку и будем с вами украшать наши куличи. Придадим им более праздничный вид. Вот такие у меня три варианта глазури есть. Сейчас с помощью их мы будем украшать и декорировать наши кулички. Берем наши куличики. Начнем, пожалуй, с самого маленького. Окрашу я его в голубой цвет. Оденем ему красивую голубую шапочку. Вот такие вот у нас кулички получились. Мягкие, воздушные. Я хочу показать вам, насколько они мягкие. Вот посмотрите. И обратно принимают свою форму. Они как мочалочки. Очень вкусные. Дети уже не терпят, когда я их угощу этими куличиками. Ждали, пока мама тут поукрашает. Как видите, я использовала три цвета глазури. Стандартную белую я красила в розовый-голубой. И вот по своей фантазии как бы под настроение украсила такими нежными, меминишными цветочками. Куличики. Один вот такой вот сделала. Какой-то, не знаю, мошской или космический куличик получился у нас. Дети уже себе выбрали, у кого какой будет куличик. Да, Явулька? Какой твой куличик? Этот? 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 Угу. Тебе этот нравится? Угу. Этот Явулькин? Матька сейчас придет, тоже выберет свой. Так что пеките. Это очень легко. Пеките куличики на такой светлый праздник. Тем более, он раз в году. Думаю, никому не будет трудно постараться испечь такие куличики. Тем более, что здесь совсем нетрудный рецепт. Очень легкие куличики получаются безумно мягкими, воздушными и ароматными. И очень вкусные. Кстати, эти куличики очень долго сохраняются мягкими и не черствеют. Они не такие сухие. Знаете, куличики бывают сухие, невозможно их вот так вот кушать без чая. А эти такие мягкие, как булочки, их можно просто кушать, ничем не забивая. Надеюсь, вам этот рецепт был полезен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Оставляйте свои замечания, пожелания ниже под видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы успеть первыми увидеть видео новые на моем канале. Пока-пока, до новых встреч!